МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ей было 36. Каждый день они рискуют жизнями, чтобы защищать правопорядок. Это очень важно. У неё осталось двое маленьких сыновей. Провела её. Когда сказали, что напарница, я сразу почувствовала, что это она. Сразу в больницу. Мы три часа сидели под операционной, но ничего не могли сделать. Ольга скончалась на операционном столе. Пуля застряла у полицейской в позвоночнике. Вытащить её не удалось. А вот убить, слава! Женщина прожила не намного дольше своего напарника. Артём погиб на месте. У погибшего 27-летнего Артёма Кутушева осталась дочь. Ей только три года. Патрульных, которые с утра выехали на обычное дежурство, цинично застрелил Александр Пугачёв. Кто же такой Александр Пугачёв? Бывший сотрудник МВД, боец батальона «Торнадо» и экс-охранник скандального комбата Руслана Онищенко, попавшего на скамью подсудимых с другими бойцами батальона. В чём обвиняют бойцов «Торнадо»? До надзвичайно жёстоких форм катувания. Хочу наголосить, как бы не было прикро это говорить. Віднесено в чинение статевых, наголошу, статевых злочинів відносно осіб чоловічої стати, особливо збоченій форме. Добровольческие батальйоны сдерживали врага на востоке Украины. И если бы не они, то вряд ли страна смогла бы удержать напор террористов. Но, к сожалению, среди добровольческих батальонов попадаются и такие единичные случаи, как в этом. Впрочем, сам Руслана Онищенко теперь опровергает то, что Пугачёв был его охранником и правой рукой. Вооружён и очень опасен. Александр Пугачёв находился во всеукраинском розыске, когда столкнулся с экипажем полиции и открыл стрельбу. Пугачёв – боец самого печально известного батальона среди десятков своих коллег по всей зоне АТО. Сейчас руководство батальона и несколько рядовых бойцов находятся в СИЗО и умудряются даже там делать всё, чтобы не производить впечатление людей, которым пора на волю. Винователем было порушено порядок судового заседания шляхом обливания всех участников процесса, а также зали судовых заседаний невідомой речной виною бурового курера с ярко выраженным запахом сечи. Пока подсудимые обливали мочой присутствующих в зале суда, снаружи под руководством народных депутатов устраивались более радикальные беспорядки. История этого батальона – это сплошные скандалы. Помимо контрабанды, некоторые профильные журналисты указывают на сепаратистский след в действиях добровольцев. И для формирования особенного склада они залучили членов організованного злочинного угрупования футболиста Володимира Полубатка, который працюет в Луганске в Луганске. Это угрупование является таким осердным ЛНР. Саме на этих злочинных элементах и тримается так званая Луганская Народная Республика. Прямым представником этого угрупования есть заступник прошлого командира РОТа Микола Цупа. Вбитность торнадо в зоне АТО, скандалы с бизнесами, которые якобы крышевали добровольцы, вспыхивали едва ли не ежемесячно. А, власне, сами торнадовцы занимались еще разбоями, грабежами, выходами людей, гвалтуваниями, дикими, кричущими злочинами. Ну, криминальная сутность была зрозумела. И эти злочины позволялись работать абсолютно безкарно, продолжить несколько месяцев. Но теперь, пока не поменяла последовательность, по цих злочинах и справа не приняла до проведения главной військовой прокуратуры. Несмотря на пристальное внимание военной прокуратуры, торнадо просуществовало долго, но к досаде прокуроров разрушаться начало изнутри. Погачев вкрав общак. Пошлось прокрадежку нелегальных грошей. Грошей, которые належали злочинному угрупованию, активным участникам, якого был Погачев, и в складе которого он здействовал особые тяжкие злочины. Кто же такой Александр Погачев? Бывший милиционер, участник добровольческого батальона Погачев выбрал для себя криминал. И это неудивительно. Многие бывшие милиционеры, которые не попали или просто не прошли в новую полицию, разбежались по преступным группировкам. Старые наши добросовестные, те, которые после революции гидности поубегали, кто-то в Крым, кто-то в Донецк, кто-то в Улганск, кто-то там отчеркивает полицию, какое-то непонятное, ЛНРД, ЛНРУ. Только в Киеве около 600 милиционеров не прошли переаттестацию. Им всем нужно зарабатывать на жизнь. И каждый пошел делать то, что умел. В феврале этого года в Киеве СБУ совместно с нацполицией накрыли целую банду бывших сотрудников МВД по заказу избивавших бизнесменов. Экс-милиционер в Донецкой области организовал преступную группу, которая пытала и грабила местных жителей. На счету банды 40 вооруженных разбойных нападений. Бывшие милиционеры пытали своих жертв, душили проводом и жгли утюгом. Проникали в дома под видом представителей коммунальных служб, предпочитали нападать, когда дома были только женщины. Выносили все ценное, не гнушались даже едой из хозяйских холодильников. Александр Пугачев, по версии журналиста, был далеко не чужим человеком в батальоне, обвиняемом в изнасилованиях и мародерстве. Но это группирование футболиста мало еще и филии в Торезе. Была окрестно банда, которая подпорядковалась Луганскому ватажку, но они работали в Торезе Донецкой области. Это была банда Онищенко. Всю банду, окрім Онищенко, входил Пугачев, Рекетир, Стореза, ранее засудженный. Входил Дякон, Виталий, получил пять судимостей. Журналист указывает, Пугачев не последний боец из скандального батальона, находящийся во всеукраинском розыске. Больше того, я могу вам назвать, где пребывают и другие торнадовцы, которые оголошены в розыске. Они живут на территории Киевской области. Они живут в селе Подгирце. В селе Подгирце Бухевского района. Позже, после инцидента всплыла интересная информация. Согласно датам на удостоверение участника боевых действий, выданном Пугачеву, экс-торнадовец умудрился получить ксиву через месяц после того, как был объявлен в розыск. Передусім, хочу зазначити, що рота патрульної службы торнадо не залучилась для проведення антитерористичної операції. Але особисто Пугачев дійсно мав право на посвідчення учасника боевых действий, оскільки він брав участь, принаймні на папері, в складі тих працівників міліції з Дніпропетровська, які були в зоні АТО. Що підтверджує версію о плотной крыше, яка навісла над бойцами скандального батальйона. А чого він тоді ніде наховався, а був в Дніпропетровській? Тому, що у нього був залізобетонний дах. Принимавши участие во всіх тёмних делішках спецрота, Александр Кропачев може стати цінним свідетелем на судебному процесі і розуміють це не тільки знаходящийся в СІЗО колеги-добровольця-убийцы. Цікавить не Пугачеву на його життя, а те, що він може розповісти під час допиту. Можна лише робити припущення, які будуть наслідки для багатьох посадовців? Тому треба подивитися, дійсно, що будуть ці справи по вбивству. Сопротивлення цьому справу може бути колосальним. Це видно і по процесу над колегами-мілиціонера-убийцей. Це понятно із того, як проходил бит Александра Пугачева в то время, коли він знаходився во всеукраїнському розыскі. Він користувався, не шифрувався, він користувався мобільним телефоном. А саме мобільний телефон видає людину. Пригадайте, як затримали Пугача? Він зробив тільки один дзвінок телефоном, і його моментально вирахло. А це впродовж року. Жив собі в Дніпрі, нікого, ні від кого не ховаючись. Давайте вас поставимо питання, а на яким нежим гроші. В любом случае, дела над торнадовцями обіщають терабайты інформації о їх преступлениях і огромное количество фамилий пособників-добровольців-оборотней. Будуть вкладені величезні кошти і величезні докладні зусилля з тим, щоб домогтися або звільно, або засудження на мінімальні строки, як Пугачово, так і інших членів банди торнадовців. Я хочу підкреслити, що ці люди дуже багато знають. Вони обслуговували колосальні грошові потоки. І так, хто ж такі ці торнадовці? Почому навіть сьогодні, спустя почти полтора року після розформування цієї спецроти, бойці торнадо зв'язані з скандалами? Бойців милицейської роти спецназначення торнадо обвиняли, мягко говоря, в превышенні служебних об'язанностей. А именно в побоях містного населення і пытках з алементами сексуального насилия. Членами цієї злочинної організації на базі роти міліції підшукано місце на підвальному приміщенні Лисичанської загальноосвітньої школи в місті Привілля, де для утримання доставленних місцевих жителів заготовлено і пристосовано засоби було для вчинення насильницьких дій. Сами торнадовці обвинення отрицають. Чого-то я не бачив тебе, коли наші пацани там оставались без рук, без ног, в зоні атом. І убеждають, їх начали преследувати после того, як вони стали доносити інформацію о контрабанде на границі. Лето 2015-го года. В Луганській області наші журналисты снимають репортаж о том, як українські бойці п'ятаються остановити поїзда з контрабандою, котре входят і виходять з оккупированних територій. По словам торнадовців, в ціпоритому вагоні к нам могли в'їхати сепаратисты-диверсанты. Внутри на видному місці тротиловая шашка. Ну я даже не трогай, думаю, може приїдеть оперативна група. А це точно тротиловка? І що таке шашка можна зробити? Ну, таке, в принципі, сильно багато нільська, але якщо їх буде нескільки, все, що угодно. І ще свежі алчевські газети з оккупированной території. А в стогу сена прямо при нашій съємочній групі знаходять ще 8 тротилових шашек. Тротил шаш. Но куда интереснее оказался груз, который перевозили этим поїздом. 11 вагонів завалені дорогущим коксуючимся углём. А в 18 вагонах – чугунные заготовки. Чугунные. Стоимость чугуна в вагонах – більше 17 млн гривень. Коксуючийся уголь тянет ще на 13 млн гривень. 30 млн гривень – только в одном составе. По словам торнадовцев, вони постоянно боролись с контрабандой і ловили диверсантов. Впрочем, нельзя исключать, що подобні заявлення делалися для того, щоб прикрыть другие свої делишки, за які потім многие торнадовці оказалися за решеткою. Торнадовцев і раніше резко осуждали за мародерство і насилие на війне. Будучи ще замкомбатом Шахтерська, командир торнадовцев Руслана Нищенко і сам розказував, як вони жістко боролись с сепаратизмом. Ми обисквали доми, ми обисквали дачні участки, частний сектор і тому подобне. Пришлось кое-где стрілять, пришлось кое-где кричати, кое-кого вытягувати. Почему? Потому що люди агресивно настроені не пускають, ругаються, вплоть до того, що бросяться з палками, з тяпками і з лопатами. Все ми зробили ровно, т.е. хто був дуже, як говориться, зволнований, тих ми ставили на колені, держали під прицелом і робили свою роботу. Т.е. обисквали дом і уходили, як говориться, далі. Ми розыскали бившого сослуживця Руслана Нищенка. Он воєвав в рядах батальйона Шахтерськ. Мужчина не називає своєго імені і скриваєт лиця, щоб розказати шокіруючі факти про бивших сослуживців. Початку був за ДНР, але прийшли люди, точну інформацію надати не можу, хто прийшов і як. Але почав влазити в його бізнес, відзюмати його бізнес. І він став по стороні, проти ДНР, на стороні України. Сьогодні командир «Торнадо» Руслана Нищенка, його заміститель Ніколай Цукур і ще нескільки бойців спецроти знаходяться в Лук'яновському СІЗО. І кожне судебне засідання над «Торнадовцами» превращається в скандал. Мам, червям, які доживалися в нашій крові, робили з війни бізнес. Тепер в копілку скандалів участників батальйона «Торнадо» добавився растріл полицейських в Днепре. Це дерзке притуплення взбудоражило всю страну. Наглое убийство молодого патрульного і його напарниці около 10 утра на автовокзалі Днепра. Вот кадри с нагрудной камерой наблюдения Артема Кутушева. В 9.40 екипаж полиції остановив автомобіль за нарушення правил дорожного движения. В'їхали на красний свет, с горького повернули направо. Водитель показал удостоверение участника боевых действий і начал просить полицейского його відпустити. Ми договоримося. Не, ну как ми договоримося? Не, ну как ми договоримося? Я участник АТО, выручен. Но Артем отказался отпускати водителя і пошел в машину проверить його личность. КАК ТОЛЬКО ПОЛИЦЕЙСКИЙ СТАЛ ВБИВАТЬ ДАННЫЕ В ПЛАНШЕТ ЧЕЛОВЕК С УДОСТОВЕРЕНИЕМ УБД ДОСТАЛ ПИСТОЛЕТ І НАЧАЛ УГРОЖАТ ПОЛИЦЕЙСКОМУ. Там чітко було видно, що він хотів отобрати у нього оружі. Не то, що хотів отобрати оружі. Он пригласил йому, своїм же оружіем, щоб той віддавав свою табельну. Девочка при этом стояла на улиці. То есть девочка, она не видела, що конкретно происходит нове. Водитель автомобиля оказав сопротивлением. Под угрозою оружію він отобрал у полицейского табельный пистолет «Форд-17», после чого застрелил патрульного Артема Кутушева. Смотрю, він стреляє в девушку і втащил парню з-за руля. І хладнокровний ще два раз выстрел в його лежачий вже. І ранил його напарницу. Девочка замешкалась в применении огнестрельного оружія, тому що там могла поразити чи убити якихось інших мирних гражданів. Він вже коли відходив назад, тоді в нього почала стрігати. Тоді вона вже поняла ситуацію, коли її напарник випав з машини, вона вже поняла ситуацію, в якій прозвучав вистріл. Тоді вона почала стрігати йому вже на пораження. Валерий Тимонин собрался в рейс і случайно оказався свидетелем расстрела днепровських полицейських. Поліція вже успела заслужити доверие граждан, і тому він не змог не помочь молодим патрульним. А дівшка схватила пистолет і почала біжати. Ну, там расстояние було, ну, таке відмежно машинами. Вона побіжала, і вот він ще з корточки вистрілил в нього два разу. І попав один раз в ногу. А як она впала, я не біжу, а потом уже, коли я сразу, то він, і сразу він з двома вже в руках пистолетами. Водитель маршрутки попытался перегородити дорогу преступнику. Мужчина обстрелял і його микроавтобус. І сразу він з двома вже в руках пистолетами побіжав в свою машину. І вот я завел машину, і сразу то йому в зад підпір. Вон. Вон, він начал, то й ударився, а потом вискакує. Я тоже криками, я тебе пристрелю, начал стрілять в мене. Вон стрілился в мене, але я коли от'їхав, эти два метра пули попали в капот. І то одна пуля, там, мене просто спас моторчик стеклоочистителя. Он пробив капот, і шла как раз в моє направлення, там ще моторчик стеклоочистителя. І він пробив, пуля не прошла туда, в моторчик, і випала. А втору пулю ми не нашли. Одну нашли, там, воно сжало возле фары, там. Воно фрикошетило і впало. Только чудом маршрутчику удалось избежать ранения. Он под'їхав к нему назад, і ми с ним столкнулись. Я хотів гарнути його. А він вискочил, і начал в мене стрілять. Тут же теж є інстинкт самосохранення. Я ненамного так наклонився, і здав назад, і ось ці пару метров, може, і спасли мене. Після цього злоумышленник скрылся в своем автомобилі. Як раз машина виїжджає, шлагбам поднимається високо. І от вона от'їхала машина, і шлагбам упускається. Воно в це время успеювати проскочити. Якщо він, звісно, білядів на шлагбам, я б ще ззади його п'ять ударив. Через 10 минут после трагедії на автовокзал приїхали патрульні. Полицейські приїхали через 10-3-4 екіпажа. Показа ехала помощь, водители микроавтобусів як могли пытались помочь обстрілянним патрульним. Этот парень з другої маршрутки, он же, когда она забежала, девушка за маршрутку, упала, он просто подошел, поднял голову, она попросила, говорит, ты меня не бросай, мне так плохо, говорит, мне так спина болит. Он подложил ей что-то, и потом побежал к этому патрульному другому, попробовал пульс, сразу начал звонить на 102, и сказал, он так громко кричал, пожалуйста, скорую, давайте быстрее скорую сюда. Как сообщил начальник патрульной полиции Днепра Владимир Багонис, всего преступник выстрелил 8 раз. Людей же много на автовокзале, понимаете, я даже, когда он начал стрелять, я начал сигналить, сигналы, я хотел обратить внимание кого-то еще, людей, понимаете, чтобы хотя бы, ну там маршруток много, автобусов много, и туда он стрелял, в ту сторону, понимаете, хуже люди были тоже там. Ну, в сторону автовокзала, там есть вторая площадка, где грузится на Кривой Рог, все, там же люди ходят, там курилка рядом была, с правой стороны. Изначально не происходит ничего необычного. Нормально, стандартная ситуация, когда полицейский подошел, попросил документы, человек, давайте договоримся, давайте решим вопрос, ой, не надо меня там проверять, я очень опаздываю, брат, я такой, как ты, я там участвовал в АТО, и в принципе ситуация банальная. По версии МВД, причиной убийства полицейских стало то, что преступник находился в розыске и не хотел, чтобы патрульные это обнаружили. Они подошли в машину, он открыл планшет, он начал проверять человека по базе, человек просил не проверять, потом приложил пистолет. Патрульных с почестями похоронили, водителя маршрутки наградили именным оружием. После нападения на патрульных полицейские вели убийцу несколько часов. Около 17.00 телефон злоумышленника засветился на улице Чечерина. Правоохранители оцепили дом, затем вырвали решетку и проникли в квартиру, но убийцы там не было. Заложников в квартире тоже не оказалось. Все виделись, и соседи со второго подъезда поставил машину и побежал через дом. Как оказалось, расстрелявший полицейских бандит-рецидивист бывший сотрудник МВД, боец скандального батальона Торнадо. Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко на своей странице в фейсбук пишет, что ранее Пугачев был объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений. Подозреваемый в убийстве одного полицейского и ранения второго в Днепре Пугачев Александр Андреевич из временно оккупированного Тореза Донецкой области находился в розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 146 незаконное лишение свободы или похищения человека. Часть первая статья 255 создание преступной организации. Часть вторая статья 153 насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом. Реальный и дерзкий бандит, который скрывался от следствия. Именно поэтому и открыл огонь по патрульным, потому что был бы задержан сразу, только бы они установили его личность. Около половины седьмого вечера Александра Пугачева задержали в больнице Мечникова. Главный врач рассказал, что убийца сам пришел за медицинской помощью. Я думаю, что в ближайшее время, я думаю, что к концу недели он уже будет вставать, ходить, он может в всяком случае говорить. В больнице Пугачев назвал фальшивую фамилию Михаиленко. Врачи тут же заявили в полицию. Люди с огнестрельными ранениями не так уж часто обращаются к ним за помощью. Полицейские успели ранить своего убийцу в живот. Пуля, яку вылечила с тела Пугачева, это есть пуля, выпущена с табельной зброей, выстрелена с табельной зброей полицейского. Трагический инцидент сразу оброс разнообразными версиями. От постановочного политического спектакля до нелепой случайности. На его месте мог быть мой сын. Вот, все. После того, как видео из нагрудной камеры Артема Кутушева и камеры видеонаблюдения вокзала было представлено публике, множество интернет-экспертов выдвигали свои версии случившегося, анализировали видео и вспоминали все, что знали об убийце патрульных Александре Пугачеве. Это боец батальона Торнадо, личный охранник Анищенко, господина, сейчас в розыске. Журналист Юрий Бутусов в свою очередь опубликовал фото удостоверения участника боевых действий Александра Пугачева. В документе указано, что экс-боец Торнадо получил статус УБД 5 ноября 2015 года. Хотя за месяц до этого он уже был объявлен в розыск. Видео, которым поделилась с нами МВД, далеко не полное. Из 7 минут происшествия в сеть попало чуть более двух. Это может быть свидетельством следствия, но судовый расследование по этой справе должен быть публичным. И общество, враховывая резонанс этой справы, все-таки должен иметь доступ к этой информации после завершения следствия. Какие же версии убийства полицейских существуют? Командир спецроты МВД Торнадо, в которой воевал на Донбассе, Пугачев Руслана Нищенко, убеждает, Пугачев сотрудничал с силовиками. А в его автомобиле в момент остановки находился оперативник СБУ. Именно поэтому из видео вырезаны отдельные кадры. Пугачев больше года живет в Днепропетровске, ходит в спортзал и ездит на машине, официально оформленной на его родственника. При этом находится в розыске по самому громкому делу на добровольцев, по делу Торнадо. О чем это говорит? Пугачев весь этот год сотрудничал с силовиками и прокуратурой. Они его для чего-то держали. И то, что Пугачев официально получил статус участника боевых действий, находясь в розыске, подтверждает мою версию. Командир расформированной спецроты убежден, оперативники не ожидали, что ситуация закончится убийством. Но задержание Пугачева стало на руку многим чиновникам. Могу только догадываться, для чего задержание Пугачева понадобилось именно сейчас. Власть сразу попадает этим в три цели. Цель первая. Убеждает общество, что все добровольцы больны, негодяи, убийцы и мародеры. Вторая. Дать больше полномочий нацгвардии и полиции. Кто же перебывал в этом батальоне, было установлено, что штаб чисельности этой роты Торнадо 43 особи притягивались до криминальной відповідальности раньше. Деякі из них неодноразово. Само Нищенко притягивался до криминальной відповідальности три раза, фактично пять раз, потому что там были разные процессиальные решения. Именно сейчас заговорили о легализации оружия для граждан и предоставлении полиции сверхполномочий. Сначала подчиняйся, потом обжалуй. Это никак не ограничивает вашу свободу и ваши права. Это даёт возможность принимать порядок и видеть дисциплину. Там справді можуть бути моменты, які неэтично показывати примером смерть полицейських. В них є родичі, сім'ї, діти. Это понятно. Но с другой стороны, это привод для того, чтобы приховать от общества, что произошло на самом деле. И я думаю, что мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле. И увидим только вот такое видео, которое не санкционирует полиция. Итак, что же нам известно про убийцу полицейских. На жаль, у нас немае повного видео, и тому дуже складно разобраться в этой ситуации. Натомість очевидно, что колишній полицейский застрелив діючих полицейских. Це перший факт, який уже складно оскаржувати. И почему полицейские не смогли предотвратить нападение на себя? Почему полицейские не смогли предотвратить нападение на себя? Другий факт – це те, що за законом полицейские мали право у разі загрози їхньому життю і збройного опору застосовувати вогнепальну зброю навіть без попередження. Ведь по закону о национальной полиції у патрульних достаточно много возможностей противодействовать преступникам. Поліція на сьогоднішній день має право застосовувати фізичну силу спецзасоби і вогнепальну зброю. Спецзасоби – це гумові кийки, це кайданки, це слезогінний газ, це навіть гранати, і це навіть це, може, шумові гранати можуть бути інші для того, щоб приймати перешкоди, відкривати якісь приміщення. І поліція має право в окремих випадках навіть без попередження застосовувати і спецзасоби, і вогнепальну зброю. Чому ж поліцейські не використовувалися таким большим арсеналом можливостей? У нас багато проблем. Це гигантські визови. З цими визовами ми не спраїмся без чіткої системи правоохоронительних органів. Тому ясна поліція, в тому числе патрульна поліція, з ясними правами, які пользуються довіром обществу, і які має права. Це перший фактор стабілізації. Тобто їхні повноваження досить широкі, і це встановлюється законом про національну поліцію. Власне, це поліцейські зробили, натомість ситуація закінчилась ось так трагічно, тому що в протидії зі злочинцями так трапляється. Злочинці – це підготовлені люди. Але в відрічі від злодіев і бандитів, поліцейські оказались не такими підготовленими. Злоумішник, який дуже добре владеє оружіем, то, що я зараз на відео смотрела, він виходить і реально збоку застріливає патрульного поліцейського. В условіях війни і острої необхідності в реформах поліцейських просто не успевають идеально підготовити. Після революції гідності у нас така правоохранительна система перестала существувати. Для цього треба було що-то реформувати, що-то давати народу, щоб народ більші-менш спал спокойно, не переживав, поэтому появилась патрульного поліця. Молоді люди в рекордні сроки прошли обучення і вийшли на вулиці охранять порядок і бороться з преступністю. Набивають шишки прямо в ході патрулировання. Це люди, які 95% це з патрульного поліця общаються гражданам. Тобто це люди, які, якби, буфер системи, які прийняють все практические заявлі. «Если ми хочемо змінений, ми должны доверять, ми должны дати можливість осуществитися зміненням. Я не принимаю никак парадигму о том, що вот тепер пусть поліція змінються сначала, а потім і ми будемо змінються. Так не получится, це замкнутий круг. Нам потрібно дати можливість новим правилам і новим ребятам змінити порядок вещей». І хоча в новостях регулярно сообщають о происшествіах с поліцейскими, к новій поліції, которая так сильно отличается від бувших ментов, с каждым місяцем все більше доверия і уваження. С начала года в Україні погибло 12 поліцейських. Именно такому количеству семей поліцейських выплачена одноразова денежна допомога. Денежні выплаты осуществлялись по таким регіонам. Запорожська область два правоохранителя, Київ – двоє, Ровенська область двоє поліцейських, Хмельницкая область один сотрудник, Київська область двоє, Государственне учреждення Центра обслуживання подразделений нацполиції – один человек. Общая сумма компенсации семьям погибших поліцейських составила 4 млн 260 тыс. гривен. И теперь добавились еще двое погибших из Днепра. Я очень надеюсь, дорогие мои украинцы, что вы будете думать о том, какая нам нужна страна. Цивилизованная или бандитская страна, когда мы каждому поліцейскому говорим. Не-не, что вы хотите, не проверяйте мои документы. Все наши любят приравнивать поліцию к штатовским. Штатам полицейского готовят очень большее времени. Ну, не два месяца, как у нас. Вот американский коп из голливудских фильмов. А вот тот же американский коп только в жизни. И сколько бы не смеялись над американскими полицейскими, они все равно вызывают доверие у американского общества. Спасибо. Именно американскую модель работы полицейских чаще всего ставят в пример. Американские копы не обязаны показывать удостоверение, носить жетон на видном месте. Им не нужны понятые, поскольку сотрудникам правоохранительных органов принято доверять. Офицеров полиции оскорблять запрещено. За это можно угодить за решетку. Оружие есть у многих граждан США, и инструкции позволяют полицейским применять оружие в нужной ситуации, которую он посчитает опасной для своей жизни или жизни окружающих. Полицейский подходя уже понимает, что 100% может быть человек в машине вооружен. При этом ежегодно в США полицейские убивают несколько сотен человек. В Штатах, допустим, если у нас любят равнаться штатами, то в Штатах в среднем в год полицейские убивают 250 человек. Американский коп знает, что у любого, с кем он имеет дело, может оказаться заряженный пистолет. Он, когда останавливает, уже понимает, что он должен остановить это транспортное средство, включает мигалки, он включается в него автоматом, включаются все камеры, которые пишут в машине. Он передает в радиоэфир своим напарникам, что он остановил такую-то, такую-то машину на пересечении таких-то, таких-то улиц. То есть он диктует адрес, он страхует. Эксперт объясняет, как именно американские полицейские подходят к водителю остановленной машины. Прежде чем подойти к машине, он сначала касается ее задней части машины, то есть багажника, вот рукой, для того, чтобы оставить свои отпечатки пальцев на машине, вот для того, чтобы, если вдруг что-то произойдет, могли его как-то идентифицировать, ну, то есть найти. Потом он смотрит в зеркало, видишь через зеркало водителя, то есть он дает четко указинку, руки положить на руль. Это не оговаривается в каких-то случаях. Он не подойдет и начнет с тобой вести диалог, пока он не увидит, что ты полностью, как бы, что он полностью безопасен. Вот после чего он начинает вести диалог. Для того, чтобы полицейский действовал так, не задумываясь, их тренируют несколько лет. Американский Копов готовит по разной программе, по разным, там, и полтора, и год, и два с половиной года, и три года готовит. В европейских странах полицейским рекомендуют избегать применения оружия. Доставать пистолет можно только в крайнем случае. Полицейский его может применять исключительно минимально для самообороны в основном и для защиты граждан, вернее, для защиты охраняемого лица. В Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии полицейские вообще не носят оружие. Пистолет лежит в автомобиле на крайний случай. В Европе, допустим, к оружию относятся по-другому. В некоторых странах полицейские вообще не имеют при себе табельного огнестрельного оружия, они имеют его только в машине. Всем запрещено его носить. Европейских полицейских учат тоже немало. Ситуации отработаны до автоматизма. Но и тут полицейские страдают от неадекватных граждан. Пару лет назад в Британии полицейских взорвали просто на улице. Тоже самая ситуация произошла. Вызвали полицейских на вызов. Они ехали на вызов, приехали на ложный вызов, бросили гранату, расстреляли. Два полицейских погибло. По статистике, в год в Америке и в странах Евросоюза гибнут до полусотни полицейских. Человек 30-40 гибнет в Штатах, тоже полицейские. Это не только в Штатах такая статистика. В Украине на обучение сотрудников патрульной полиции отводится два месяца. Дальше практика на улицах города. В условиях войны долго обучать патрульных просто невозможно. Порядок нужен здесь и сейчас. Два месяца в принципе в стране, которая воюет, это в принципе реально для того, чтобы хотя бы хоть как-то сдерживать правопорядок. Для того, чтобы полицейский понимал, какая ситуация может ли произойти на дороге, да, Ну, то есть объяснить, начитать, два месяца достаточно. Отработать все ситуации, полностью отработать, смоделировать их, отрабатывать, ну, два месяца это очень мало. Ну, в основном все происходит на практике. И полицейские каждый день решают новые задачи и набираются опыта. Каждый день в Украине происходят инциденты с оружием. Нелегальных стволов в мирной части страны никто не сможет пересчитать. Это очень много оружия. Задержания организованных преступных групп проходят десятками по всей стране. Изымаются тысячи стволовых гранат. Я на власне в ухо чувствовал, как Луценко на заседании профильного комитета в Верховной Раде я просто был присутным. Поведомил про то, что злочинность в Киеве сближилась на 100%. Задерживаются десятки преступных групп. Антитеррористическая операция на востоке страны дала мощный источник пополнения запасов организованных преступных групп нелегальным оружием разного калибра. Наши журналисты организовывали целые спецоперации, чтобы проникнуть в закрытые склады нелегального оружия под Киевом. У зеленого деулано спокупец. Людина, яка заради сюжету грошей згодилась зустретись із продавцями смерті, ризикуючи власним життям. Где своими глазами видели помещение забитое черными стволами. Як заведено на рынку зброї усі ціни в доларах. Я так что понимаю этот самый постановый и сушитель за чем это поспорено. Да? В комплекте или нет? Нет, просто вот так и забудьте про одиничный вивез зброи из-под Донецка. Найпопулярнейши позиції автомат Калашникова із комплектом рюжків. Патроны калібру 7,62 і гранати типу РГО у асортименті цілодобово. Рынок нелегального оружия стал настолько востребованным, що продавці предлагали журналистам сделать оптову скидку в случай крупной покупки. Асортимент, понятное дело, не ограничен. Нами було показано, как зона АТО на торпеді автомобіля под носом у проверяющих на блокпостах вивезти гранату на мирную територію. І знову двійка. Військові один за одним продовжують провалювати екзамен программи гроші. На цьому місці граната проїхала два пусті і нікому не кинулась в око. Що ж, спробуємо так. Впрочем, основной проблеми это, как видите, не решило. Статистика оружия среди населения насчитывает около 800 тисяч легальных стволов. Динамика покупок говорит о том, что клеткоствольное оружие за последние два годы стали покупать на 5% меньше украинцев. В то же время нарезные стволы стали продаваться на 15% лучше. А о том, что покупатели нарезных ружей не собираются ими стрелять в дичь, говорит статистика охотников, из которой следует, что по-настоящему используют свое оружие на охоте только 294 тысячи человек из 620 тысяч, состоящих на учете. Глава Ассоциации владельцев оружия предлагает не искать виноватых среди собственников официальных стволов. Большинство иступивших легальное нарезное оружие делают это ради безопасности. Не будет человека использовать в злочинных целях пистолет, за который он за каждым пострелом не несет ответственность. Это просто логика. Доступ к оружию из зоны АТО значительно упрощает жизнь только представителям криминального мира. Никогда никто ни где с легальными зброей в усьом свете не стреляет. А в качестве противодействия нелегальным стволам глава Ассоциации предлагает вооружить всех украинцев легальным краткоствольным оружием. Трагический случай в Днепре, по его мнению, только добавляет необходимости в легализации короткого ствола. По их мнению, кривая украинской преступности должна измениться в лучшую сторону, если каждый человек будет иметь законную возможность защитить себя с помощью боевого пистолета. Так сказать, порядок в стране руками самих граждан. Настаивая на внедрении в Украине адаптированного аналога второй поправки в Конституцию США, эти парни ставят в пример уровень правопорядка в странах Первого мира, где гражданы вооружены, а закон позволяет применять оружие по отношению к преступникам. Однако, оружейные магазины на каждом углу и регулярные перестрелки между гражданскими в самой Америке вызывают желание пересмотреть поправку, разрешающую свободное ношение оружия. Впрочем, следует отметить, что последняя попытка успешно провалилась еще в начале лета. Каждый раз одно и то же, после каждой трагедии мы, демократы, пытаемся принять разумные меры безопасности по ношению оружия. К сожалению, наши попытки блокируются республиканским конгрессом, получающим указания Национальной стрелковой ассоциации, заявил лидер демократов в Сенате Гарри Рид. Будь в Украине закон о свободном ношении оружия, водитель маршрутки, который пытался противостоять преступнику, мог бы остановить его значительно более простым способом. Следом, при комплексном подходе стала бы неактуальна проблема рейдерских захватов бизнеса, процветающая в Украине. Но внедрить такие правила игры мешает не только Верховная Рада. Как показывают социологические исследования, украинцы в своей массе не желают носить при себе стволы. Однако, несмотря на это, закон о разрешении ношения оружия уже внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Теперь украинцев ждут, скорее всего, не менее скандальные судебные заседания над Александром Пугачевым, хладнокровно расстрелявшим днепровских полицейских. В деле об этом жутком убийстве нет ясности. Полная версия видеоубийства патрульных полицейских в Днепре опубликована не будет. Как сообщили в МВД, в первую очередь по морально-этическим причинам. Надеюсь, все понимают, что полную версию видео обнародовать нельзя, учитывая, прежде всего, нравственно-моральные причины. На нем зафиксирована предсмертная агония истекающего кровью патрульного Кутушева, который смог подняться на ноги, сесть в машину и там умер. Артем Шевченко. Но так ли это на самом деле? Какая из версий убийства подтвердится? Хорошо спланированная спецоперация спецслужб или просто недостаток подготовки полицейских? Неужели то, что такие, как Пугачев, остаются на свободе, действительно выгодно власти и высокие чины умело используют бандитов в своих целях? Убийца полицейских спокойно ходил по городу даже после того, как его объявили в розыск. Дело об убийстве полицейских в Днепре вскрывает одну проблему за другой. Это не просто убийство, нелепая случайность, масса проблем, оборот нелегального оружия в стране, бывшие милиционеры-бандиты, которые как могут зарабатывают на жизнь, добровольческие батальоны с сомнительной репутацией и корыстные высшие чиновники, для которых смерть человека просто еще одна ступень как к достижению своих целей, сплелись в один клубок. Осталось просто потянуть за неначу. Конечно же, полиция должна защищать граждан и иметь для этого все полномочия. Но в условиях войны это сделать не так-то просто. Полицейским тоже нужна защита, ведь любой, кого остановит патруль, за самое незначительное нарушение может оказаться атошником, вооруженным до зубов. Реакция полиции должна быть адекватна. Угрозе, которая исходит и для этого может быть действительно нужно расширить их полномочия. И еще, для того, чтобы избежать подобных трагедий в дальнейшем, нужно немного проводить обязательную адаптацию ветеранов АТО и установить контроль за оборотом оружия в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин